Продолжение следует... Возможности, вероятно, связаны они в первую очередь с редкостью этой патологии, с тем, что до молекулярного патогенеза в рутинной практике врача-патологоанатома, даже занимающегося патонатомией окуколей, торгопульмональной локализации, руки не доходят. И современные статьи на эту тему и так далее обычно врачи не читают. Поэтому я хотел бы сосредоточиться даже в большей мере не на патонатомической диагностике, а на молекулярных особенностях опухолей вилочковой железы, которые имеют прямое отношение к формулированию нашего диагноза. Ну, глобально, если мы посмотрим бета-версию ВОЗ и классификации опухолей легкого сердца и средостения 2021 года, которая сейчас находится на сайте ВОЗ в виде бета-версии, то мы обнаружим, что несущественные изменения в классификации произошли. Микроскопическая тимома исчезла, еще, так сказать, пара вариантов. Но глобальная классификация на тимому типа А, А, В, В1, В2, В3 и, так сказать, разные варианты ракетинуса, она сохранилась. Основной вариант рака – это, конечно, плоскоплеточный, встречается лимфоэпителиальный, в общем, ассоциированный с вирусом Эпштейн-Бара, несколько новых транслокаций, ассоциированных нозологий, таких как НУТ, срединная карцинома, она немножечко в ВОЗе по-другому названа, я пользуюсь ее старым названием, потому что локализация опухолей, может быть, не только на территории тимуса, так сказать, да, в общем, носоглотки, так сказать, параортальная, там, в переднем средостении, в легком и так далее. То есть это, в общем, целый, как бы, спектр локализации, где может эта опухоль развиваться. Крайне агрессивный вариант рака, для которого не существует никаких опций терапии эффективных в современном мире. По типу транслокации ассоциированы светлоклеточного рака тимуса, который раньше не выделяли. Ну и, в общем, так сказать, еще несколько значительно более редких нозологических форм. Но глобально, конечно, больше 70% этих опухолей составляют тимомы разных типов, и они для нас наиболее интересны. Диагностика тимом, она, в общем-то, микроскопическая, и ничего глобально не поменялось. Конечно, если мы будем цитировать современные статьи, то нужно каким-то текстом, таблицами и красивыми рисунками заполнять страницы в современных журналах. Поэтому, в общем, там будет масло масляное, изложенное миллионом способов. Это вот цитирование одной единственной работы, в которой, так сказать, это и так, уж и так, и так. Но глобально надо понимать, что у нас, так сказать, есть пул тимомы А и А-Б, это, так сказать, одна сторона с молекулярной точки зрения. Дальше есть какие-то подварианты тимомы типа В, это, так сказать, другой молекулярный патогенез, да, и как бы рак тимуса, ну, в основном плоскоклеточный. И, в общем-то, в принципе, у нас есть всего два морфологически-клеточных типа. Это эпителиальные клетки, которые могут иметь, так сказать, великоклеточную или полигональную морфологию, и лимфоидные. И по соотношению их мы, в общем-то, и ставим наши диагнозы. Потому что с иммуногистохимической точки зрения, да, вот, поглядите верхнюю правую таблицу, в общем-то, никакой разницы нет. Пан-керакины, если мы будем ставить плюсы-минусы, или П-63, будет экспрессироваться всегда в опухолевых эпителиальных клетках любых вариантов тимомы. ТДТ будет всегда экспрессироваться в незрелых Т-лимфоцитах, которые большинство вариантов первичных опухолей тимуса аккомпанируют, да. И, в общем-то, здесь, если вот мы просто по плюсам-минусам раскладываем, никакой разницы не будет. Вся разница в опухолях тимуса кроется в архитектуре опухолевых клеток. И если мы, например, посмотрим на тимомы типа В, В1, В2, В3, то их вообще можно, грубо говоря, так, в шутку диагностировать, как мы это делали в институте на экзамене по патанатологии. Также все студенты были профессионалами. Они могли взять в руку стекло, посмотреть его на просвет, на лампочку, да, на потолке, или напротив окна его поставить. И, в общем, приблизительно было понятно, что если опухоль синенькая, то это тимомы В1, а если опухоль розовенькая, то это тимомы В3. Это отражает и их гистогенез, потому что при тимоме В1 мы видим, что эпителиальных опухолевых клеток очень мало в составе опухолевого узла. Они формируют тонкую филигранную сеть, которая даже иногда без специальных окрасок толком и незаметна. И поэтому за счет ядер лимфоцитов, т-лимфоцитов, препарат выглядит голубым, синим даже. А если это тимомы В3, где практически уже анапластический клянный компонент занимает основу, основную опухолевую массу, да, представляет из себя, и т-лимфоциты только в перевоскулярных пространствах остаются, то цитоплазма опухолевых клеток окрашена и азином в розовый цвет. И поэтому препарат, когда мы смотрим через него на лампочку, выглядит светло-розовым. То есть здесь, так сказать, существует даже корреляция микроскопических особенностей, да, с видом препарата, вот просто когда ты смотришь на него сверху, а он лежит на планшете. И понятно, что, ну, иммунодистохимические исследования использовать в этой ситуации, это, я считаю, что плохой тон. В общем, эти диагнозы более-менее понятны. Иногда бывают сложности при мелких биопсиях, при транстаракайнах, так сказать, да, когда тонкой иглой, и мы делаем цитоблок, там и вправду иногда бывает необходимо сделать пару маркеров. Но глобально по соотношению эпителиального и лимфоидного компонента и, соответственно, так сказать, по структуре эпителиальных клеток, веретиновидной или полигональной, мы очень легко можем сориентироваться в отношении диагноза ТИМОМ. И здесь очень простые правила. Вот в новой классификации они появились, что если это дискретно расположенные опухолевые клетки, еле заметные, то это ТИМОМ и В1. А если, соответственно, они формируют видимые глазом кластеры, три и более опухолевых клеток рядышком, то это ТИМОМ и В2, а когда плотные поля – В3. То есть, в общем-то, это такие школьные признаки, и глобально мы их всегда знали. Просто вот это правило трех клеток появилось, так сказать, незадолго на опубликовании последней возрастной классификации и так далее. Ну вот я вам приведу эти примеры. Здесь, так сказать, классическая ТИМОМа В2. Почему? Потому что то, что у нас будет розовым на препарате, оно и розовым кружком обведено. Это группки эпидемиальных клеток, и вы даже видите, что они здесь троечки образуют. Да, они по три, по четыре такие маленькие кластеры делают. А то, что будет у нас давать синий цвет, это ядра лимфоцитов, оно обведено голубым кружком, и, так сказать, довольно плотная инфильтрация ТИМОМ-фоцитов. Кстати, на самом деле, внутриопухолевой ТИМОПС не прекращается. Образование ТИМОПС происходит, но это нетолерантный ТИМОПС. Поэтому при ТИМОМах типа В, В1, В2, В3, у нас фантастически высокая частота аутоиммунных осложнений, либо в виде паноритропинии, либо в виде миостынии, гравис, или ещё каких-то проявлений, частота доходит до 40%. То есть почти каждая вторая опухоль ТИМОСа, каждая третья точно, она с аутоиммунными проявлениями. И поэтому, несмотря на то, что эпидемиальные клетки, которые являются опухолевым субстратом, именно они, лимфоциты – это ТИМОПС оставшиеся, эпидемиальные клетки, которые как бы являются клетками няньки, воспитателями лимфоцитов, они содержат очень высокий уровень экспрессии ПДЛ-1, потому что у нас все воспитатели любых лимфоцитов, это ЭИБ, они защищаются от иммунной атаки за счёт экспрессии ПДЛ-1, да, в основном. То есть очень высокий уровень. Иммунная терапия при ТИМОМах, так сказать, метастатических, инвазивных, или при плоскоклеточном раке ТИМОСа, она достаточно низкоэффективна, потому что у нас огромная, ни с чем не сравнимая частота аутоиммунных осложнений при иммунотерапии, так сказать, первичных эпидемиальных опухолевтимусов. И это очень важно понимать, поэтому тест на ПДЛ-1 невалидный, не предсказывает потенциальную чувствительность, и в общем на опухолевтимусы я считаю, что ПДЛ-тестирование приносит пациенту значительно больше преда, чем пользы. Ну вот как это выглядит, если вы все-таки решите покрасить, этого делать не надо, не повторяйте это дома, но если вы решите покрасить ТИМОМу тип В2, то на П63, то вот они, ядра опухолевых клеток, которые образуют более плотные скопления. Была бы ТИМОМа тип В1, они были бы значительно более дискретные, как в разреженных зонах, а ТИМОМа тип В3, они все были бы, как в этом кружке, да, то есть мифоцитов почти не было бы между ними. А вот то, что дает голубой фон, это ТДТ, это незрелые ТИМОМ-фоциты, это непрекращающийся, нетолерантный внутриопухолевый ТИМОПС, который создает такое большое количество проблем для этих пациентов, потому что это на самом деле огромная рать незрелых ТИМОМ-фоцитов, потом, в общем, каким-то образом комментированных и специализированных поступает в кровоток. С молекулярной точки зрения я не зря разделил, так сказать, вот эту вот, ну, всю свою классификацию на три такие большие группы. С одной стороны, если вы посмотрите на левое изображение, да, довольно похоже, так сказать, четвертая и третья группа ТИМОМа типа А и ТИМОМа типа АВ, да, и с точки зрения кривых выживаемости это график справа, снизу, в общем-то, это достаточно индолентный опухоль. Бросается в глаза то, что ТИМОМа типа АВ живет лучше, чем ТИМОМа типа А, потому что у нас, так сказать, ну, существуют такие интуитивные, неверные, неоснованные на научных данных представления о том, что клональная эволюция у нас происходит опухолитимуса следующим образом, да, и это огромная, так сказать, такая недоработка и недочитанность материала, что у нас самое индолентное — это ТИМОМа типа А, потом она трансформируется в АВ, потом в В1, В2, В3 и в плоскоклеточный рактимус. На самом деле этой цепочки канцерогенеза не существует. У нас есть кластер ААВ, причем, скорее всего, АВ более индолентное ТИМОМа, где есть еще компонент незрелых Т-лимфоцитов, и когда она прогрессирует, то она превращается в ТИМОМу типа А, это вершины эволюции, вот это вот, так сказать, да, пути канцерогенеза. У нас есть группа В, она здесь изображена голубым цветом. Это уникальная группа, где В1, В2, В3. Эти ТИМОМы на самом деле представляют из себя эволюционный континуум, и поэтому, когда мы формируем корректный патологоантомический диагноз, мы должны указать доли каждого компонента, сколько у нас в операционном материале В1, сколько В2, сколько В3, и это, в общем и целом, будет каким-то образом влиять на прогноз течения заболеваемости в послеоперационном периоде, после радикального удаления опухоли. Если операция была нерадикальная, то соотношения компонентов на прогноз влиять, скорее всего, не будет. И у нас есть синий цвет, это плоскоклеточный, чаще всего рактимуса, который является эволюцией ТИМОМ группы В, но не является эволюцией ТИМОМ группы А. Это очень важно понимать. Это как бы разные экспрессионные молекулярные профили. И вот посмотрите, все-таки все опухоли ТИМОМ обладают злокачественным потенциалом. Мы не можем его, так сказать, корректно градировать, но мы видим вот этот вот хвост, так сказать, падающий в ТИМОМах группы В, который, в общем-то, приближает их в какой-то мере к раку тимуса. То есть среди них значительно больше инвазивных и метстатических форм, и даже ТИМОМ и В1 способны к метстазированию и инвазивному росту. Но просто, так сказать, это случается реже, чем ТИМОМ и В3. Если мы гистологические диагнозы, которые в верхней табличке, вот где цветные кружки, положим на вот эти вот экспрессионные кластеры, на молекулярный патогенез, то, в общем, мы обнаружим, что в кластере А, который, в первом кластере, который, так сказать, ТИМОМ В1, В2, В3, гистологически попадает какое-то количество, единичный затесался рак тимуса. Ну, это понятно, он похож на ТИМОМ В3. Ошибки в диагностике могут быть. Но самое неприятное, что туда попадает ТИМОМ АВ. Далеко не все патологи могут корректно разделять ТИМОМа группы А с лимфоидным компонентом и ТИМОМа группы В. И поэтому у нас происходит вот эта миссинтерпретация. Это небольшая проблема, потому что чаще всего за ТИМОМу АВ принимается ТИМОМа В1 или В2, которые характеризуются относительно ингалентным течением, и их прогноз зависит скорее от инвазии в соседние органы и структуры, чем от их гистологического типа. Поэтому для клинициста эта ошибка в диагностике не создает колоссальных проблем. С другой стороны, если вы посмотрите на четвертую группу, где, по идее, должны быть бы ТИМОМы А, там довольно много патологи ставят ТИМОМ АВ, то есть более инвалентное течение. И я думаю, что вот эти фрагменты тимуса, которые попадают в биоптат или которые попадают в операционный материал, когда хирург удаляет опухоль кускованием или каким-то образом её деформируют, вот они, собственно, и приводят к этим ошибкам в диагностике. То есть на самом деле в проекте TCGA наложение молекулярной классификации на гистологическую позволяет понять, где находится наша рутинная практика. Это редкие опухоли, мы знаем их не очень хорошо, и поэтому мы их не дочитываем и не додиагностируем. Ну и вот если вы посмотрите на геномный ландшафт опухоли тимуса, то вы обнаружите достаточно очевидную закономерность, что у нас кластер А и кластер АВ пересекаются друг с другом, и для них характерны мутации GTF2I, и это очень уникальная точковая мутация, которая фактически среди всех опухолей человека наблюдается только в тимомах группы А. И здесь у нас, так сказать, АВ — это исходно, а тимомы типа — это более продвинутая эволюция, и у них всё нормально с P53, и они геномно-стабильные. В то время как тимомы группы В характеризуются и плоскоклеточные рактимусы мутацией для P53 и нарастающей геномной нестабильностью, которая приводит к амплификации МИК-компонентов сигнального каскада генов МИК и так далее и тому подобное. То есть к хромосомной дестабильности в 16-й хромосоме. И вот это абсолютно как бы две разных глобальных группы опухолей. Геномно-стабильные тимомы кластера А и геномно-нестабильные тимомы кластера В и плоскоклеточного рактимуса. Поэтому на самом-то деле, конечно, нужно настроить патологоанатомическую диагностику для того, чтобы чётко их различать. Ну и в заключении вот здесь такая интегративная таблица, которая показывает, что с точки зрения любых молекулярных нарушений, какие ни возьми, в общем, мы довольно чётко можем их различать. Здесь единственное, что нет, здесь нет геномной нестабильности, которая для группы В должна... Вот нужно было мне... Я немножко ошибся, так сказать, здесь изобразил транслокацию, да, надо было геномную нестабильность вывести, потому что группа А – это мутация GTF2I, совершенно конкретная мутация, которая практически не встречается больше ни в каких других опухолях человека. Вот, а тимическая карцинома и тимома кластера В – это нарастание геномной нестабильности в результате, так сказать, мутации P53 исхода. Что хотелось бы ещё сказать? Что, скорее всего, тимома типа А – это прогрессия АВ, и что, так сказать, экспрессия ПДЛ-1 не предсказывает чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. И что самое интересное, у тимома вообще и у раков тимуса одни из самых низких уровней мутационной нагрузки и крайне редко встречается дефицит ферментов репараций неспаренных оснований и такой феномен, как микросателитная нестабильность. Вот это очень важно понимать. То есть на самом деле иммуно-онкологические препараты, ну, они показаны очень небольшому количеству пациентов, у которых на момент диагноза нет никаких аутоиммунных проявлений, под жёстким контролем врача, с постоянным мониторингом. А в России как? На одно введение положили, пациента выписали, у него, так сказать, на участке начались аутоиммунные осложнения, их, так сказать, никто не умеет в САОПе по месту жительства купировать, и, в общем, пациент имеет кучу проблем, и когда он попадает на следующую госпитализацию, он, в общем, уже в состоянии не лучше, а хуже, так сказать, да, чем был на момент начала лечения. Поэтому с иммунотерапией и с назначением молекулярных тестов для опухолитимуса клиницисту надо быть очень осторожным и делать их только в мультидисциплинарной команде специалистов, которые, в общем, понимают, что они делают, и отдают себе отчёт своих действий. Вот это такой ключ, так сказать, к диагностике тимуса, а так вообще рутинная гемоцилинозиновая диагностика, в общем, глобально достаточно проста, за исключением некоторых редких злокачественных опухолей, транслокация ассоциированных, ну или, так сказать, классическая история, там, диагностика, в общем-то, лимфома Ходжкина и первичной медиастинальной лимфомы, но она выходит уже за пределы, так сказать, моего сообщения и тоже относительно проста. Спасибо за внимание. Продолжение следует...